Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами рассмотрим лекцию номер 8, тема решения транспортной задачи методом потенциалов. Одна из самых распространенных и востребованных оптимизационных задач в логистике – это транспортная задача. В классическом виде она предполагает нахождение оптимального, то есть сопряженного с минимальными затратами плана грузоперевозок. Например, у нас есть сеть розничных магазинов, которым требует определенное количество товаров. Также имеется ряд складов, поставщиков, где требуемые товары хранятся. При этом на каждом складе различный объем запасов этих товаров. Кроме этого, нам известны тарифы, затраты на перевозку одного товара от каждого склада к каждому магазину. Возникает необходимость разработать такой план перевозок, чтобы магазины получили требуемое количество товаров с наименьшими затратами на транспортировку. Вот именно в таких случаях и во множестве других приходится решать транспортную задачу. Практическое применение транспортной задачи. Транспортная задача применяется во многих случаях. Это оптимизация поставок сырья и материалов на производственные предприятия. Это оптимизация доставок товаров со складов в розничные магазины. Это оптимизация пассажирских перевозок и многое другое. Решить транспортную задачу можно различными методами, начиная от симплекс метода и простого перебора и заканчивая методом графов. Один из наиболее применяемых и подходящих для большинства случаев методов – это итерационное улучшение плана перевозок. Суть его в следующем. Находим некий опорный план и проверяем его на оптимальность. То есть Z стремится к минимуму. Если план оптимален, решение найдено. Если нет, улучшаем план столько раз, сколько потребуется, пока не будет найден оптимальный план. Математическая модель транспортной задачи имеет следующий вид. Z равняется сумма X и G и S и G при условиях, что сумма X и G равняется A и сумма X и G равняется B и G. То есть запасы груза должны быть равны запасам потребности. И еще один немаловажный момент. Существуют на сегодняшний день открытые задачи транспортные, существуют закрытые задачи. Вот именно при решении любой задачи, либо открытой, либо закрытой, мы по-любому должны приравнять запасы груза к потребностям. Открытая задача – это такая задача, при которой запасы груза не равны потребности. Но опять же повторяю, при решении данной задачи мы их по-любому должны приравнять. Где Z – затраты на перевозку грузов, X – объем груза, S – стоимость перевозки, единица груза, A – запас поставщика, B – запас потребителя, M – число поставщиков, N – число потребителей.